В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Вы можете возместить всю инженерную инфраструктуру к этому объекту. На какую помощь сегодня могут рассчитывать предприниматели? Обсуждали на бизнес-часе с главой округа. Быстро, оперативно, рассказали все подробно. Нам понравилось. Мособл ЕРЦ в Люберцах два года. Как сегодня работает служба? Это было ликование и в городе, и во всей стране. И, конечно, техникум очень гордился тем, что ученик так высоко взлетел, открыл эру космоса. Юрий Гагарин и его учеба в Люберецком техникуме. О трех годах жизни легендарного покорителя космоса расскажем в выпуске. Раз, два, три! Елка, два, три! В первый день зимы огни на елках Люберец дали обратный отчет. До Нового года! В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. За прошедшую неделю в полицию поступило 1600 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело, раскрыто 27. На территории Люберец произошло три пожара. Всего же подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 45 раз выезжало по сигналу тревоги. В единую диспетчерскую службу поступило больше 11 тысяч обращений. 38 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 16 по вопросам экологии. 6 обращений связано с благоустройством территории, 4 с работой уличного освещения, 3 с охраной общественного порядка. В ежедневном режиме продолжается дезинфекция подъездов и мест общего пользования. Кнопки домофонов, вызова лифта, дверные ручки и перила обрабатывают дезраствором. Это помогает сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Коммунальные службы устраняли последствия снегопада. С территории городского округа вывезено около 400 кубометров снега. Сотни километров автомобильных дорог и тротуаров обработаны песчано-соляной смесью и реагентами. С приходом календарной зимы глава городского округа Владимир Ружицкий поручил усилить контроль по содержанию уличной дорожной сети в оптимальном состоянии. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Панамаренко, телеканал ЛРТ. Публичные слушания проекта «Бюджеты на 21-й» и плановый период 22-23-го годов прошли в онлайн-формате. Провели их представители муниципалитета и совета депутатов. А также любой житель округа мог подключиться к трансляции и задать свои вопросы. Проект бюджета народные избранники утвердили еще 11 ноября. Теперь, согласно процедуре, настало время публичного обсуждения планов о доходах и расходах городской казны. Любой житель города Люберца сегодня присутствовал онлайн и мог слышать непосредственно сами слушания. И жители также записались на участие в ослушаниях и задавали вопросы. Планируемый дефицит бюджета следующего года – 740 миллионов рублей. Но жителей заверили – ситуация управляемая. Возможности дополнительного дохода для казны округа в следующем году будет выявлять специальная комиссия. Проект решения Совета депутатов о бюджете городского округа Люберца на 2021-й и на плановый период 22-23-й годов основан на прогнозе социально-экономического развития, на основных направлениях бюджетной и налоговой политики и 17-ти типовых муниципальных программах. Одной из задач при формировании проекта бюджета является обеспечение его сбалансированности и устойчивости. В 2022 году планируемый дефицит составит уже 508 миллионов рублей, в 2023-м – 308. Окончательную редакцию бюджета Совет депутатов рассмотрит 2 декабря. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. По итогам публичных слушаний, бюджет округа на следующие три года был основной темой обсуждения очередного собрания Совета депутатов. Какие статьи расходов стали основными – в сюжете Анны Троян. Бюджет разрабатывался и достаточно непростых условиях. Во-первых, бюджет 2021 года безотационный. То есть мы не будем получать дополнительный доход в форме дотации из областного бюджета. На формирование бюджета городского округа на три ближайших года также повлияла всеобщая пандемия. Подход к бюджетированию скорректировали. И, несмотря на все сложности, в главном финансовом документе Люберец учитываются все ранее запланированные и новые статьи расходов. Большее внимание основным направлениям. В проекте бюджета на три года предусмотрено более 1 миллиарда рублей на строительство социальных объектов. Будет завершено строительство пристройки в деревне Марусино с объемом финансирования 598 миллионов рублей. В 2022 году начнем строительство детского сада на 350 мест в Люберцах, это ЖК Люберецкий, с объемом финансирования 198 миллионов рублей. Почти 1 миллиард рублей в бюджете на развитие сфер культуры и спорта. Продолжится финансирование ремонта дорог, озеленение и благоустройство территории Люберец, а также программы «Комфортная городская среда». На долю программных расходов приходится 98,1% всех расходов. И на непрограммные расходы 1,9% от общих расходов. На муниципальную программу образования предусмотрены средства в сумме 6 миллиардов 713 миллионов рублей. Муниципальная программа «Социальная защита населения» предусмотрена средства в сумме 215 миллионов рублей. На заседании народные избранники Люберец утвердили проект бюджета, а также внесли ряд изменений, регламентирующие документы округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В последний месяц уходящего года россиян ждет ряд изменений. С 1 декабря о положенных льготах, услугах и выплатах можно узнать через сайт Госуслуг. С согласия пользователя портал будет получать данные из единой государственной информационной системы и на их основе выдавать список мер поддержки. Еще одно изменение – это новый порядок выдачи электронных больничных. С 14 декабря лист нетрудоспособности можно оформить дистанционно при условии, что пациент получал консультацию врача с помощью телемедицины. А вот работающие по совместительству в нескольких организациях смогут оформить единый лист нетрудоспособности. Достаточно сообщить номер больничного работодателю. Напомню, 31 декабря истекает срок подачи заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с люберецкими предпринимателями. В беседе приняли участие представители правительства Московской области, а также сотрудники фондов, оказывающих поддержку бизнесменам. На какую помощь могут рассчитывать предприниматели в эпоху кризиса, расскажет Луиза Егия-Зарян. Стоит задача, по крайней мере, удержать тот уровень экономики, который есть. Ну, конечно, если удастся что-то приумножить, это счастье большое, но хотя бы удержаться. Это основная такая маленькая простая задача. Справляться с этой задачей власти округа и бизнесмены будут не сами. Правительство Московской области предлагает различные виды финансовой поддержки. От субсидий на приобретение оборудования до помощи в раскрутке бренда. На эти цели выделено около двух миллиардов рублей. Если вы решились создать или сделать новый завод, новое производство, то вы можете возместить всю инженерную инфраструктуру к этому объекту. Естественно, в зависимости от стоимости этого проекта. В столичном регионе есть четыре фонда поддержки предпринимателей. На помощь могут рассчитывать даже начинающие бизнесмены. Программы предусматривают финансирование без залога. В условиях пандемии создано специальное предложение. Сумма максимальная до трех миллионов рублей, максимальный срок до трех лет, минимальная процентная ставка 4,25% годовых. В онлайн-заседании приняли участие 59 люберецких предпринимателей. Все имели возможность задать участникам встречи интересующие вопросы. Луизей Гязарян, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Рассчитаться за коммунальные услуги. В Люберцах действуют 11 единых информационно-расчетных центров. Работу центрального офиса на Октябрьском проспекте проверил глава округа Владимир Ружецкий. Служба МОЗ «Обл ЕРЦ» работает в округе два года. Количество подключенных к системе абонентов – более 170 тысяч. В филиалах центра жители могут оплатить услуги ЖКХ, проконсультироваться по тарифам и корректности выставления счетов, а также решить другие вопросы. Мы пришли в расчетный центр получить справку об отсутствии задолженности. Быстро, оперативно, рассказали все подробно. Нам понравилось. Каждый день офис на Октябрьском проспекте посещают не более 200 человек. В начале года число ежедневных визитов доходило до 600. Поток обращений был связан с неточностями в начислениях за услуги ЖКХ. Они сейчас встречаются. Еще допускаются ошибки. В силу разных причин. Здесь есть и субъективный фактор. Где-то у нас компьютер, машина считает, где-то неправильно данные вводят. Поэтому здесь задача, когда такие офисы у нас работают, чтобы люди, жители могли в шаговой доступности, если есть вопрос, отдойти и уточнить. Рассчитаться за коммунальные услуги и получить консультацию можно не выходя из дома. Сервис оплаты доступен в личном кабинете на сайте центра. Для удаленного решения проблемы работает телефон горячей линии. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 1 декабря Единая Россия отметила день рождения. Самой многочисленной партией страны исполнилось 19 лет. В честь праздника в картиной галерее Люберец прошло торжественное собрание. Основная партия на протяжении 19 лет так или иначе находится у истоков управления государством, формирует власть государственную, формирует в целом политику государства, так или иначе опираясь на жителей, на население страны. За круглым столом люди, стоящие у истоков создания Люберецкого отделения партии «Единая Россия». Из-за эпидемии коронавируса пригласить всех почетных гостей не получилось. Здесь малая часть представителей политического сообщества, которые внесли значительный вклад в развитие муниципалитета. Их многолетний труд не остался незамеченным. Каждый получил из рук главы округа благодарственные письма и памятные подарки. На сегодняшний день в городском округе Люберцы более трех тысяч представителей «Единой России». У партии около двух тысяч сторонников и 136 первичных отделений. Большая команда в волонтерском штабе – 150 человек, 50 из которых – члены партии. Я хочу пожелать, чтобы до следующего года, а следующий год юбилейный будет, 20 лет, чтобы наши ряды укрепились. И самое главное, чтобы каждый партиец был на своем месте и вносил тот вклад свой в развитие нашего городского округа. Несмотря на праздничную повестку, однопартийцы обсудили ряд рабочих вопросов. Впереди Новый год, а значит, пришла пора создавать новые проекты и реализовать то, что не успели в этом непростом году. Люди со стойким характером и силой духа. Международный день инвалида отмечается с 1992 года. Жители округа, которые волею судьбы имеют ограничения по здоровью, поздравили люберецкие депутаты. Помимо добрых слов и цветов, сладкие подарки. Члены трех люберецких организаций Всероссийского общества инвалидов получили 280 коробок конфет. Зачастую в этих людях гораздо больше сила духа, правильного поведения православного, уважения к близким, к старшему поколению. На основе их поведения, их жизненного опыта, конечно, учатся молодежь. Все мы. Несмотря на ограничения по здоровью, участники общества стараются вести активный образ жизни. Вместе ходят в театры, музеи, посещают бассейн и отмечают праздники. Очень большую помощь мы получили от депутатов. Пасхи нам всем волонтеры доставили куличи. Вот к празднику Дню пожилого человека нас поздравили. Поздравили нас с Днем инвалидов. Также, помимо подарков, у нас бывает сейчас совещание с ними онлайн, с депутатами разговариваем. Три первичные люберецкие организации Всероссийского общества инвалидов насчитывают 232 участника. Всего в округе проживают 25 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Более 900 из них – дети. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Проблемы волонтерства и пути их решения обсудили в администрации Люберец. В округе прошло онлайн-заседание, посвященное Международному дню добровольцев. В нем приняли участие представители общественной палаты, волонтеры, а также депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Лидия Антонова. За дискуссией наблюдала наша съемочная группа. Этих молодых людей прозвали героями эпохи пандемии. Как и во время первой волны коронавируса, сегодня они готовы приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. На данный момент в волонтерском штабе зарегистрировано 400 заявок. По сравнению с весной, эта цифра меньше в разы, но работы все равно хватает. На сегодняшний день порядка 70% заявок, которые поступают в волонтерский штаб, то есть это в два раза больше связано с рецептурным лекарством. Рецептурная заявка требует особой проработки. Мы должны связаться с заведующим, заведующие должны подготовить рецепт, в аптеке должны быть лекарства. Поэтому, к сожалению, у нас увеличилось время обработки заявок с одного дня, с двух дней максимум, которые были весной, до трех-четырех дней, которые сейчас. Много времени уходит и на доказательство того, что ты действительно волонтер. Чтобы решить эту проблему, депутат Государственной Думы Лидия Антонова предложила выдавать добровольцам удостоверение, подтверждающие их статус. Списки волонтеров у вас есть. Может быть, тогда Георгий с помощью администрации. Эти списки должны быть с тех инстанций, с какими вы работаете. Чтобы, например, депутаты знали, с какими они волонтеры по своему округу работают, по своим микрорайонам, соцзащиты, медицинские учреждения, образовательные, понятно, учреждения, даже скорые помощи. То есть, мне кажется, это облегчит работу. Во время онлайн-беседы поступили и другие предложения. Например, заключать с волонтерами договоры и придумать для них поощрения и льготы. А для более оперативного контакта между жителями и добровольцами создать волонтерские чаты в каждом поселке и районе округа. Люберцы стали четвертыми в регионе по количеству собранной макулатуры в ходе осенней экологической акции. Самый весомый вклад в копилки вторсырья округа от учащихся четвертого лицея. Они сдали наибольшее количество бумаги и теперь получили за это заслуженные награды. Садовый инвентарь в начале декабря появился в школьном коридоре не в ходе генеральной уборки. Телега, грабли и лопаты – подарок люберецким победителям эко-марафона. Сдай макулатуру, спаси дерево. Учащиеся четвертого лицея собрали почти две с половиной тонны ненужной бумаги. Неоднократные победители экологических акций признаются, что участвуют в сборе макулатуры не результатов ради. В лицее им прививают бережное отношение к природе с первого класса. Школьники несут полученные знания в своей семье. Восьмилетняя Настя мечтает научить родителей правильной сортировки отходов. Я стараюсь, если честно, не выбрасывать много бумаги. Если вдруг выбрасывают, то в переработку сдаю. Иначе погибнет, если природа, то не будет нас. Мы можем погибнуть тоже. Осенью люберцы стали четвертыми на региональном эко-марафоне по количеству собранной макулатуры. Общий вклад в хороший результат внесли 17 школ и 15 предприятий. На переработку из округа отправилось 21 тонна ненужной бумаги. А это все равно, что сохранить маленький лесок. Для школьников это воспитание в первую очередь. Того, что мы можем спасти дерево. Что мы можем подарить вторую жизнь тому же самому леску бумаги. Что это все перерабатывается. Что это культура, которую надо внедрять в школе. Дети должны расти с этой культурой. Еще одно преимущество от сдачи макулатуры – возможность сделать округ зеленее. За экологичное отношение к планете участники областного марафона получают экобалы, в обмен на которые учреждениям дают молодые саженцы. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новое офтальмологическое оборудование появилось в Московском областном центре охраны материнства и детства. Такие современные аппараты в регионе есть далеко не в каждой больнице. Оборудование позволяет своевременно и сверхточно определять отклонение зрения у детей. Смотри, пожалуйста, прямо. Жалобы на плохое зрение привели Настю Романову в диагностический центр. Девочка стала одной из первых, кому посчастливилось исследовать глаза на этом офтальмологическом томографе. Новое оборудование позволило быстро и безболезненно определить, в каком состоянии зрение Насти. Пришли в поликлинику, даже не знали, что у нас такое оборудование есть в Люберцах. Мы просто в шоке, что не надо никуда по Москве мотаться, искать какие-то клиники платные, когда можно все сделать по полюсу. Томограф дает возможность специалистам детально изучить ткани глаза. И если этот аппарат – редкость для региона, то два других новых устройства – распространенные, но обновленные версии. Один позволяет мерить глазное давление, другой – проверять нейронные связи в головном мозге. Современное оснащение помогает врачам диагностировать все патологии зрения у детей. В частности, очень хорошо для тех детей, которые прошли через нейрохирургическое отделение, которые пришли после травм. Это ДТП, падение из окон. Это очень хорошо оборудование пригодится для тех деток маленьких, от 500 грамм, которые длительно выхаживались. Новое оборудование помогает не только в первичном обследовании маленьких пациентов, но и стало отличным подспорьем для отделения катамнеза. Здесь отслеживают состояние детей, которые давно прошли лечение. С новшествами больницы познакомился глава округа. Я так сказал врачам, что они здесь на земле являются помощниками Господа Бога. Потому что то, что есть какие-то отлонения в рождении ребенка, это все доводится до совершенства, каким должен быть этот перспектива будущего человека, который родился. Для Московского областного центра охраны материнства и детства 2020-й выдался богатым на оснащение. По федеральным и региональным программам клиника получила 35 единиц медтехники на общую сумму 76 миллионов рублей. До конца года в арсенал больницы добавятся еще современные аппараты для гастро- и эндоскопии. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Женское здоровье в надежных руках. Одно из звеньев Московского областного центра охраны материнства и детства, гинекологическое отделение, славится выдающимися врачами. География пациенток учреждения перешагнула за черту столичного региона. Как в Люберцах лечит представительниц прекрасного пола, узнавала Луиза Игиазарян. Знаете, что когда вы нервничаете, у вас всегда будет обострение. Утро заведующей отделением начинается с обхода пациенток. Эти девушки уже готовятся к выписке. Позади неделя пребывания в больнице. Это большая удача была лечиться у нее, потому что она всегда утром зайдет, зарядит позитивом, всех нас тоже поддержит. А у Светланы Юркиной больничные будни впереди. Сегодня предстоит операция. Пациентка волнуется, но все же уверена. Она в надежных руках. Плохо себя чувствовала. Оказалось, что у меня киста. Лечение проходило около двух лет. Потом Тамара Борисовна провели консультацию и посоветовали удалить ее. Я попала к ней, и очень спокойно. Пока одна пациентка готовится морально, другая уже ждет на операционном столе женщина на 16-й неделе беременности. Задача гинеколога – предотвратить угрозу преждевременных родов. У нее шейка раскрывается раньше, чем должны наступить роды. Поэтому мы шейку укрепляем, накладывая циркулярный шов на шейку маски. Операция несложная, но ответственная. Сейчас в руках у врача здоровье мамы и жизнь ее будущих детей. Пациентка ждет двойню. Процедура продлилась чуть больше 15 минут. Ждем вердикт. Операция прошла удачно, успешно. Будем надеяться, что это повысит шансы этой пациентке доносить беременности ради здоровых малышей. Сохранение беременности на ранних сроках – один из многочисленных пунктов работы гинекологического отделения. Здесь проводят любые виды хирургического вмешательства. При лечении пациенток врачи используют все методы современной медицины. Любая женщина, она прекрасна, индивидуальна и неповторима. Когда мы выбираем ей вид хирургического вмешательства по ее патологии, с которой она обратилась, конечно, в первую очередь мы стараемся выбрать малоинвазивную технологию и малотравматичную. И для нас принципиальное значение имеет скорость реабилитации, минимизация болевого синдрома, нарушение общего самочувствия, изменение качества жизни. Тамара Добровольская возглавляет отделение с 2003 года. За это время здесь вылечилось более 20 тысяч пациенток. Примечательно, что это не только жительницы Люберец и ближайших городов. Однажды сюда за помощью приехала женщина из Якутии. Врач признается, лечить представительниц прекрасного пола – мечта с детства. Женщина – это космос. Если с женщиной все хорошо, все будет хорошо с ее семьей, с мужем, с детьми. Поэтому я считаю, что лечить женщину – это большое счастье и большая ответственность. Уиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберцы в судьбе первого космонавта сыграли далеко не последнюю роль. Три года Юрий Гагарин жил и учился в нашем городе. Здесь он получил свою первую профессию – формовщик-лицейщик. О люберецком этапе жизни будущего космонавта в нашем следующем сюжете. Знакомство Юрия Гагарина с люберцами могло не состояться. В столице приемная кампания для абитуриентов уже завершилась. Среди возможных вариантов Юрий вместе со своим дядей Савелием Ивановичем выбрали Люберецкое ремесленное училище номер 10. В 1949 году будущий космонавт начал здесь осваивать профессию – формовщик-лицейщик. Во время учебы проявил себя как очень активный, дисциплинированный студент-отличник. Была практика на заводе Ухтонского. И знаю со слов Анны Тимофеевны, мамы его, что он даже свою зарплату отправлял родителям. За плечами у 15-летнего Юры Гагарина было лишь шесть классов средней школы. Этого было недостаточно, чтобы в будущем получить специальность инженер. Поэтому юноша параллельно учился в школе рабочей молодёжи. Сохранилось и свидетельство, выданное Гагарину Юрию Алексеевичу. В нём только отличные оценки. Успевал будущий космонавт не только учиться. Он даже играл в духовом оркестре. Он был хороший спортсмен. Его физическая форма была его спутником, потому что он физкультурой занимался с детства. Об этом говорила его мама. И потом он всё развивался, говорит, это мне поможет в жизни. В 1951 году Юрий Гагарин окончил Люберецкое училище и поступил в Саратовский индустриальный техникум. Там же в аэроклубе начался его путь в космос. 12 апреля 1961 года весь мир узнал имя первого космонавта. Желаю вам доброго полёта! Я живёте один, мы живём в полёте, всё нормально! Поехали! Это было ликование и в городе, и во всей стране. И, конечно, техникум очень гордился тем, что ученик так высоко взлетел. Открыл эру космоса. Директором училища и одновременно преподавателем будущего космонавта был Василий Михайлович Быков. Позже наставник и талантливый ученик дружили с семьями на протяжении всей жизни. В год полёта первого человека в космос Евгения Петровна, супруга Василия Михайловича, организовала в стенах училища музейную комнату, посвящённую покорителю космоса. В 1965 году Юрий Гагарин приезжал в техникум, общался со студентами и преподавателями. В тот визит космонавт заметил, что в музее слишком мало космических экспонатов. Сам Юрий Алексеевич предложил нам костюмы высшего пилотажа и свой скафандр. С 2016 года постоянная экспозиция расположилась на первом этаже исторического здания, где и учился герой Советского Союза. Здесь есть парта, за которой он сидел, и фуражка учащегося ремесленного училища. Её в Дармузею передала мать космонавта Анна Тимофеевна. В 1984 году у здания техникума установили памятник первому космонавту. И вот интересный факт. В Лондоне есть точная копия Люберецкого памятника. С 2011 года она украшает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Имя Юрия Гагарина тесно связано с люберцами. В его честь назван проспект на севере города. Техникуму, где он учился, присвоено его имя. И пусть на формовщиков-летейщиков здесь уже не обучают, но гагаринское движение живёт. Ежегодно, 12 апреля, 12 лучших студентов принимают в ряды гагаринцев. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. О вершине человеческой ненависти. В Люберецко-еврейское общение открылась экспозиция «Холокост. Уничтожение. Освобождение. Спасение». Среди предметов выставки уникальные издания и истории тех, кто освобождал евреев. Подробнее в репортаже моих коллег. И он для нас был как мессия. Просто мессия. Такой вот, знаете, в шинели, ушанке, с автоматом. Он вообще случайно заехал. Вот о таких людях мы и хотели рассказать. О тех, кто всё-таки положил конец этой трагедии. Простые солдаты и офицеры Красной Армии, военные медики, которые спасали узников. Создатели выставки хотели поведать не столько о самом Холокосте, сколько о его малоизвестных фактах. У нас часто думают, что вот лагерь освобождён, ворота открыли, всё замечательно, и все едут домой. Ничего подобного. Люди находились в таком состоянии, что ещё приходилось неделями и месяцами советским военным медикам бороться за то, чтобы их не только вернуть к жизни, но и вообще поставить на ноги. Это был отдельный подвиг советских военных медиков. Спасали евреев, рискуя своими жизнями, и праведники народов мира. Этим героям посвящены несколько стендов экспозиции. Книги, представленные на выставке, рассказывают истории лагерей уничтожения и посвящены конкретным судьбам их бывших узников. Среди них серия «Сохранимые письма». Это всё из семейных архивов. Письма с фронта, письма выживших из гетто, предсмертные письма, тыловая переписка. Мы это продолжаем собирать в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Израиле, Соединённых Штатах Америки. У людей осталось очень много дома, интереснейших материалов, уникальных порой материалов. За четыре года своего существования выставка побывала в странах Европы, Северной и Южной Америки. Российское турне, которое насчитывает более 70 городов, продолжилось в Люберецкой еврейской общине. Это для всех нас очень такой важный, очень, так сказать, не заживающий, такой больной, острый какой-то вопрос, который мы хотим продолжить задать себе и другим. Это, в общем-то, тема для разговора не только внутриеврейского, не столько внутриеврейского. Община существует в округе более семи лет. Она объединяет более 50 постоянных посетителей. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Третье место в областном этапе всероссийских соревнований «Белая ладья». Такого результата добились ученики 56-й гимназии поселка Красково. На днях ребята получили заслуженные призы и грамоты. С юными шахматистами встретилась Луиза Игезарян. Шах. С такой же уверенностью ученик 8-го класса Илья Фильков побеждает не только своих ровесников, но и взрослых соперников. Интерес к шахматам мальчику с детства привела мама. Со временем это увлечение стало неотъемлемой частью жизни. Классическая игра в шахматы. Это как бы привычка моя. Где-то 5 раз в неделю тренируюсь шахматами. Моё стремление – это тренироваться, выигрывать новые турниры и, как я считаю, добиться звания мастера спорта. Шансы на это у юноши есть. Недавно он стал обладателем первого разряда по шахматам. На чемпионате городского округа Люберцы среди взрослых Илья занял второе место. А школьная команда, в которой он состоит, завоевала бронзу областного этапа конкурса среди общеобразовательных учреждений «Белая ладья». Соревнования по шахматам проходили областной этап в марте месяце, а всероссийский этап проходил в сентябрь-октябрь 2020 года в онлайн формате. То есть играли через это по сети интернет, по компьютерам. Именно здесь проводилось в школе. Четыре юных шахматиста получили медали и грамоты от Министерства спорта Московской области, а также сувениры от Федерации шахмат России. Единственная девочка в команде Надежда Волгова планирует связать с этим спортом будущую профессию. Либо стать шахматистом, либо преподавать шахматы. Вообще я занимаюсь шахматами с шести-семи лет. Началось это с того, как я начала играть с папой в шахматы. И мама подошла и сказала, не отдать тебе на стадион, на шахматы. Вот уже три года подряд 56-я гимназия – бессменный лидер по шахматам в городском округе Люберцы. В этом направлении она входит в число 50 лучших школ России. Для детей и взрослых в Малаховке открылась современная спортивная площадка площадью 180 квадратных метров. Красную ленту перерезал глава округа Владимир Ужецкий. Эту спортивную площадку жители Малаховки ждали два года. Четыре тренажера, две зоны для воркаута и современное удобное покрытие. Теперь поддержать физическую форму с комфортом смогут и взрослые, и подростки. Она здесь востребована, потому что здесь и жители, и в особом частном секторе им, по сути, пойти некуда. Будем говорить то, что сегодня очень востребовано. Поэтому тут появилась площадка, где люди могут заниматься на свежем воздухе круглый год. Я думаю, что люди тогда получат удовольствие. На сайте Добродел за появление современного и оборудованного места для занятий спортом проголосовали 89 малаховцев. Поддержал проект депутат Нособлдумы Владимир Жук. Один процент средств выделил находящийся рядом еврейский общинный центр. Мы настолько в восторге все улицы, которые здесь рядом, потому что детям надо социально развиваться, быть вместе. Маленькие, большие девочки, мальчики, чтобы вместе общались. И мы просто очень признательны и Жуку, и нашей администрации, и Люберецкой, что вот наконец-таки это чудо произошло. Общая стоимость спортивной площадки – 1 миллион 430 тысяч рублей. В следующем году в 300 метрах отсюда появится детская игровая зона. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В первый день зимы Люберцы засияли яркими огнями. В округе зажглись все новогодние красавицы и световые иллюминации. Праздничные торжества прошли у главной елки в Центральном парке. Каждый год, 1 декабря, люберчане встречают зиму у главной елки округа. Традиция у них такая. Не дали замерзнуть и зарядили новогодним настроением. Символы уходящего и наступающего года. 2021 год принесет нам много счастья, здоровья и шоколадок. Ну а пока все с нетерпением ждали чудес от символа 2021 года, настоящее волшебство у елки творили главные новогодние персонажи. Чтобы зажечь зеленую красавицу, оказалось, мало колдовства Деда Мороза. К делу подключился глава Люберец. Атмосфера Нового года наступила в считанные секунды. И такая обстановка сейчас царит на 150 локациях округа. Зимние волшебники поведали, что чудеса в канун праздника произойдут на каждой из них. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю оставаться такими же радостными. Не болеть, самое главное сейчас. И радовать своих родных. От Снегурочки хочется пожелать крепкого здоровья, счастья в ваш дом и много-много радости. Встреча зимы под главной елочкой в Центральном парке обернулась не только играми и традиционным хороводом, но и вдохновила люберчанное размышление. Фантазии на тему ожиданий от наступающего года уже начались. Мы ждем от Нового года ярких впечатлений. В первую очередь жду побед в Олимпиадах. Счастья, здоровья, чтобы пандемия не настигла на следующем году. 2020-й во всех отношениях год особенный. От того и чудес мы ждем. Сильнее. Ну что, обратный отчет пошел? Успейте загадать самые заветные желания. Анна Троян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!